214 лет исполняется сегодня со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В русской литературе он по праву занимает центральное место. Помнит ли волгоградцы его произведения, знают ли строки наизусть, и в каком объеме Пушкин остается в школьной программе, выясняла Екатерина Караваева. То, что Александр Сергеевич наше все, остается неизменным, даже несмотря на все реформы образования. В школах произведения Пушкина начинают изучать с первого класса. Великий поэт, писатель и драматург сопровождают детей до самого выпуска из учебного заведения. У каждого возраста есть свой Пушкин. Если в начальной школе обращают внимание на сказки, на такие вот интересные отрывки из произведений, где дети почувствовали, что это им понятно, важно и интересно. Дальше взрослеет, у них уже, например, в седьмом классе, обращаемся к тем произведениям Пушкина, в которых раскрывается история страны, история России. Изучению Пушкина в школьной программе отводят сегодня, как и раньше, значительное место. Плюс обязательное внеклассное чтение произведений русского гения слова. Дети любят Пушкина, говорят педагоги, да и как не любить. Прекрасным языком написано о самом важном и ценном для любого человека. В его творчестве здесь все. И добро, и милость, и милосердие, и честь, и достоинство, и красота, и любовь, и истинная дружба. Кстати, как показал опрос на улицах Волгограда, для многих горожан еще свежи школьные знания произведений Пушкина. И они могут, хоть иногда и с небольшими искажениями, продекламировать несколько строк великого автора. Я помню чудное мгновение, передо мной явились вы, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Жил-был старик со старухой у самого синего моря. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я бы была царица, говорит одна сестрица, я б для батюшки царя родила богатыря. Еще раз вспомнить цитаты из произведений классика и факты его биографии. Волгоградские коммунисты вышли в день рождения Пушкина к его монументу на предмостной площади областного центра. Их предложение сделать 6 июня одним из самых главных государственных праздников страны – Днем русского языка. Русские классики говорили, что нравственность человека, конечно, оценивается от его отношения, а я бы дополнила, от его владения русским языком. И я не хочу, чтобы на пороге в первом десятилетии, вот уже 21 века, наша нравственность выглядела, так сказать, в международном плане хуже, чем в других странах. У нас вообще отведено в программе 6 часов русского языка и 2 часа литературы, но начиная с 5 класса, да, количество часов литературы больше. К 11 классу уменьшается, там всего у нас 1 час литературы. Я посмотрел программу Казахстана, там русский язык и литература намного больше в 11 классе, чем у нас. Какими будут россияне завтра, во многом зависит и от того, что читают современные школьники и студенты, и в каком объеме. К счастью, на вопросы нашей съемочной группы о Пушкине, волгоградцы отзывались с неподдельным интересом, и ни одного ответа, а кто это, не прозвучало. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».